Он нисколько не спорил с таким представлением японцев, а наоборот, только подчеркнул вот это вот такое традиционное видение, поскольку буддизм говорил, что во всем есть природа Будды. И, собственно, это вот то же самое, но звучало другими словами. То есть все живое, во всем есть своя суть, какая-то своя индивидуальность, свое сердце. И вот это, собственно, наверное, главное, что отличает наше видение и их видение. Но есть еще, конечно, другие секреты. Я постараюсь вам за наше недолгое время, мы недолго, конечно, с вами потратим на эту экскурсию, немного времени здесь надо реально сделать, но постараюсь вам еще донести какие-то основные такие моменты. Например, вот этот вот сад. Этот сад создавал японский архитектор Накадима Кен, который специально приехал для создания этого сада. И существует, я не знаю, насколько это действительно так или это легенда такая, но в Москве, наверное, все, кто что-то знает об этом саде, говорят, что он здесь жил в течение всего года. То есть ему важно было увидеть, как живет вот это вот место в течение всего года. Весна, лето, осень, зима. То есть почувствовать, да? Для чего это, собственно? Один из принципов, который используют японские архитекторы садов, это, так скажем, принцип следованию самой природе, природе самого материала. Не я хочу, вижу свою какую-то воображаемую картину и создаю ее, да, с помощью этих средств, а пытаюсь увидеть вообще, куда сама природа стремится, что она хочет. В ней уже заложены некие, да, свои какие-то потенциалы. Вот, и, собственно, это один из главных принципов строения японских садов. Поэтому они нам кажутся очень естественными, да, как будто бы человек вообще здесь не присутствовал, так вот что-то тут немножечко изменил, да, а вот так вот сама природа. На самом деле это огромнейший труд и, естественно, требует таких же усилий, если не больше, как и любое, создание любого другого сада. И, безусловно, говорят, что же они вообще не трогают деревья, не режут ветки там. Все это они делают еще больше, чем другие садоводы. Но принцип, подход совершенно иной. То есть не просто я обрезаю, например, дерево, потому что мне так нравится, да, и вот не хочется, чтобы оно шариком было там, а вот не хочется, чтобы оно вертикально было. А постараться увидеть, понаблюдать, заметить, куда стремится. Если эта сосна, например, горизонтальная, если вот как бы от природы заложено в ней вот это горизонтальное движение, то подчеркнуть это разными способами. Может быть, какой-то рядом вертикалью, да, какой-то вертикальный камень поставить, может быть, что-то обрезать. Разными способами. То же самое о камнях. Оказывается, камни, это еще в Китае, считалось, что камень вообще, у него уже проявляется в его природе это стремление преодолеть свою неподвижность. И они классифицировали камни вот как раз по этому стремлению в движение. Летящие, бегущие, там, сидящие, лежащие. То есть камни уже в себе, у них заложено вот это уже стремление. Поэтому задача вот как раз садовника, архитектора увидеть это, да, вот это стремление, и подчеркнуть его. Например, если это летящий камень, то может быть, подчеркнуть какой-то горизонтальной плоскости. Тогда это стремление к полету, оно будет наиболее очевидным, да. Вот, собственно, такие секреты, которые, на самом деле, скорее даже не в таких технологиях, а в каком-то взгляде, внутреннем взгляде человека. И вот, оказывается тем, он создавал этот сад в достаточно трудных условиях, потому что здесь уже был вот этот ландшафт какой-то, жебен деревьев, ничего нельзя было, конечно же, вырубать, и нужно было все это органично вписать. И вот он считается таким мастером по созданию садов, которые вписываются уже в этих условиях и ландшафт. На самом деле, ему это прекрасно удалось, потому что вот у нас ощущение, что у нас там ландшафт, оно все вот и было, на самом деле ничего здесь. И такого привнесенного, искусственного нет. И поскольку он создавал это для людей, мало знакомых с японской культурой, он создал не какой-то один вид сада, потому что в Японии есть разные стили сады. Есть сады пейзажные, по которым можно гулять, очень похоже на то, что у нас есть, пейзажный сад. В целом это пейзажный сад. Но есть сады созерцания, которые часто можно в храмах увидеть, которые просматриваются из одной точки. Ты как бы видишь все целиком, эту картину охватываешь целиком, и она совершенно не для прогулок, а для какого-то такого спокойного состояния, созерцания, остановки. А есть сады чайные, рочи, это вообще особые сады, сады как путь, путь очищения, которые ведут к какому-то очень важному событию человека. Название этих садов чайные называются Роджи, Ро, проявление, а джи – земля. Земля – проявление истинной судьбы. И вот этот сад направлен на то, чтобы очистить нас от всего внешнего, от этой мирской пыли, от наших проблем, забот, и хотя бы на какое-то мгновение способствовать тому, чтобы мы оказались вот наедине с самим собой. Вот, есть разные сады, и он хотел, конечно, создать вот для нас некую коллекцию. Такой вот сад, который рассказывал бы о разных садах. Вот, поэтому мы сейчас тихонечко пройдем и остановимся, наверное, там, в двух точках. Я вам. Я вам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 То есть они, конечно, в особое время там зажигались и служили действительно ориентиром, фонарем. Как раз около источника воды обычно они ставились. И с другой стороны, конечно, это тоже символический такой момент, момент остановки, который притягивает наш взгляд и указывает, что это тоже особое место. Так вот, это некий намек на вот эти чайные сады рочи, потому что всегда к таким садам, к такой сад был необходимый элемент чайного домика. Шла извилистая тропинка, по которой человек уже шел и настраивался на вот это вот очень важное для него событие, встречи, встречи вот с самим собой, с другим человеком, с миром природы, с миром предметов, которые его окружают. И вот обязательно происходило это омовение, и потом вот дорожка сворачивала и незаметно приводила его в домик. Дом всегда был где-то спрятан в тени. И в этом саду не было никогда никаких цветов. То есть не принято было сажать цветы. И вы видите, что здесь, в общем-то, один хвойный, он в такой вот тени находится. То есть некий намек такой на вот эти чайные сады. Конечно, он не является чайным садом, но я говорю, что это некие впечатления, когда ты гуляешь, что вот это тебе говорит, что да, вот такой есть еще сад, и он тебя определенным образом настраивает. Вообще японские сады – это сады чувства, впечатлений, состояния. Ни в коем образе не интеллектуальные какие-то сады, где нужно все время думать, о что вот это значит. То есть в этом плане японцы абсолютно расслабляются. То есть это что-то, что должно в тебе вызвать какие-то чувства. Гармония ли, воспоминания о чем-то, да? То есть это что-то, работающее через свои чувства. И дальше давайте пройдем к следующему уголочку, туда вверх, да? А там мы уже закончили, пойдем к следующему уголку, да? Да, тут есть сады, а вот и вот она прям не пойдет. Тут их несколько, да. Ну как, сейчас она просто опала. Ну опала, непонятно, что так. Обычно мы будем делать. Ну вот, пила, конечно, а как же мы поймем? А то есть оно пешнее, ищем. Видимо, она была вот своей всей красе, было бы красивее. Она очень красивая, уличная краска. Ну вот, а сейчас это не может. Это тоже красивая. Надо, надо, надо. Надо.